Приветствую вас друзья, с вами Варчик. В этом видео я вас познакомлю с новым танком 9 уровня Объект 257. Он сдвинул с этого места Т-10, который раньше был ИС-8, который ушел в другую ветку. Здесь теперь место занимает Объект 257 и давайте с ним знакомиться. Этот танчик такое ощущение, что сделали просто для целевой аудитории. Они просили танк, который танкует. И Объект 257 реально танкует. 350 лоб башни, 130 ВЛД, очень дикие углы наклона листов брони, жирные фальшборта, в принципе борта толстые. ЛТшки, которые будут крутить этот танк, могут удивиться, что просто так на автоприцеле в него не постреляешь. Надо даже в борт выцеливать. А выцеливать там не так уж и есть что. Даже с пробитием 215, стреляя просто ровно в борт, вы будете иметь шанс пробить 75%. Но если будете выцеливать под фальшборд щель, между гуслю и фальшбортом, там будете пробивать наверняка даже с пробитием 100. Но стреляя через гусеницу в ровный борт, вам понадобится уже 130. Также стреляя в корму, вы можете удивиться, если будете стрелять неаккуратно. Фальшборта довольно-таки толстые и они немного залазят на задницу, поэтому старайтесь стрелять в середину кормы. У некоторых танков 8 левела, которые могут встречаться с этим монстром, может быть пробитие 190. Толку пытаться стрелять в НЛД особо нет. То у вас будет шанс пробить даже чуть ниже 50. Поэтому не думаю, что вам будет вести так сильно с ВБР, что вы будете прям-таки нагибать этот танк. Он даст сдачи, будь здоров. А если он будет доворачивать, то шанса пробить у вас будет около 20. Но что касаемо башни, здесь такая же дырка, как у ИСА-3. Тупо дверь в голове. Можете выцеливать ее, она пробивается буквально там с пробитием меньше 100. Да, главное туда попасть. Калибр большой там особо не надо, чтобы туда пробивать. Брони там нет вообще. 26 мм. Также легко пробиваются лючки, особенно правый, который торчит. Еще вокруг лючков есть небольшие каемки сзади башни. Они тоже могут пробиваться, но попасть в них сложно и брони там чуточку больше. Поэтому стреляете либо в лючок правый, либо в дырку над маской на крыше башни. Если у вас пробитие 212, то в НЛД вы будете под ровным углом пробивать с шансом 70%. И то, если вы будете выцеливать верхнюю часть НЛД, а в нижней части НЛД у вас будет 60%. То есть, даже с таким пробитием, средним пробитием 8 левела, корпус будет поддаваться довольно-таки тяжело. Щека будет пробиваться с вероятностью 65%, если вы будете стрелять в нижнюю часть щеки над краем катка. В остальной части щеки броня для вас будет толще. Таким образом, мы получаем, что этот танк очень стабильно танкует 8 левела и большинство 9. Даже если у врага будет пробитие 250, НЛД будет пробиваться с вероятностью 90%. А ВЛД без доворотов будет пробиваться в кончик ВЛД с 50% шансом. А дальняя часть щеки будет пробиваться с шансом 25%. Таким образом, даже с пробитием 250 будет не все так просто. А если доворачивать, то дальняя щека не пробьется вообще. НЛД будет пробиваться с вероятностью 80%, а щека с вероятностью 85%. Если стрелять в ближнюю ее часть над катком. Таким образом, если мы стоим за рельефом, прячем НЛД и показываем врагу только внешнюю щеку, то нас, в принципе, шансов пробить нету вообще. Если мы еще будем мансовать и двигаться, то лючок и крышу будет выцелить сложно. Этот танк реально танкует. И даже узнал, куда надо стрелять, все равно этот танк будет танковать. Потому что чуть-чуть ВБР не даст вам нужного пробития и вы его не пробьете. Ну а голдой в нашей игре пробивается все. Играя на объект 257, нужно смотреть, куда выцеливает враг. Если он выцеливает НЛД, доворачивайте ему щеку. Если он поворачивает ствол на щеку, доворачивайте корпус ровно. И врагу будет сложно вас пробить. Чтобы не выцеливал крышу и лючок, желательно двигаться наискосок вперед-назад. И ему будет очень сложно в вас попасть. Также у этого танка все отлично с подвижностью. 15,5 удельная мощность. Максималка 50. Обзор 390. Пробитие 248. Галдой 315. Альфа 440. ДПМ 2000. Точность 0.4. Стабилизация в принципе хорошая. Танк очень редко горит. Я сколько на нем играл, он у меня еще ни разу не загорелся. Поскольку в борта пробивается очень трудно. В корму я никого не подпускаю за счет мобильности. Поэтому допаек я в принципе рекомендую поставить. Поскольку в World of Tanks допаек это имба. Танчик получился очень сильным, интересным. Играть на нем легко и приятно. Единственное что в нем из минусов и неудобств. Это УВН и 5 градусов. Танк не сильно низкий. Не сказать что он высокий. Но при 5 градусах УВН стрелять через холмы не очень. Поэтому желательно чтобы холмик был сзади вас, а не впереди. Таким образом вы чуть-чуть танк наклоните вперед. НЛД сделает еще больший угол наклона. Щеки и так бронированные. И если еще манцевать, то в принципе пробить вас будет очень трудно. Главное не задирать сильно жопу вверх. И не показывать крышу. Двигаться и все будет хорошо у вас в плане танкования. Какую бы броню вы не имели. Если вы не будете двигаться. Ее будет пробивать. Идеально иметь какое-то укрытие насыпь. И выезжать из-за нее. И показывать только внешнюю щеку. И при этом при всем все равно не стоять. А немного двигаться. Из модулей я сюда поставил досылатель, стабилизатор, вентиляцию. Ремку, аптечку. Ну и доппоек. Желательно ремку ставить голдовую. Потому что она увеличивает скорость ремонта. А это важно. Если вам будут часто сбивать каток. Хоть он и не сбивается с уроном у этого танка. Что опять же плюс по броне. Но за счет этого вас могут закрутить. Да и починить несколько модулей за один раз. Вдвойне приятно. Также можно вместо вентиляции поставить оптику. Танк довольно таки популярный сейчас в рандоме. В каждой команде очень их много. Этих объектов 257. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока. Продолжение следует...